Православные отметили светлое Христово воскресенье. Во всех церквях прошли праздничные службы с освящением куличей и крашеных яиц. В этот день люди приходят в храм и воздают благодарность к Богу за все, что у них есть. В Покровской церкви Черкеска верующие смогли осветить свои продукты, помолиться и поздравить друг друга с этим светлым праздником. Альбина Курачинова-Кенжева наблюдала за происходящим. Празднование Пасхи – величайшее и радостное событие для всех православных людей. В этом году светлое Христово воскресенье совпало с католическим. Такой большой праздник для нас, для христиан. И мы просто как бы с этим праздником начинаем снова жить. И это дает нам хорошее настроение, позитив, да. И мира над головой. Это самое главное для нас сейчас. Не только у нас покорочая речи, но и во всем мире. Мы поздравляем тоже вас с праздником, с наступающим. И желаю всего вам самого лучшего. К Пасхе готовятся за несколько дней. Готовят праздничные куличи, творожные пасхи, пироги и красят яйца. Это символизирует зарождение жизни и бессмертия. Поздравляю всех жителей Карачаево-Черкесии с таким великим праздником. Да, уже благодатный огонь сошел. Здоровья всем, процветания всем, удачи всем. Самое главное – мира. А самое главное – да, мира на земле. Скажите, пожалуйста, какие у вас ощущения, какие чувства после того, как окропят водой продукты? Ну, это как-то радость такая. Да, вот чувствуешь, что семейный праздник, все собираются друг с другом. Торжественно, да. В Пасхе предшествует строгий 40-дневный пост, когда по церковным канонам разрешено употреблять в пищу только растительные продукты. Главная цель данного ограничения – это подготовка физического тела и внутреннего духа к празднованию Светлой Пасхи. Пост перед этим праздником означает и уважение верующих к подвигу Христа, когда он во имя народа голодал и жил в пустыне в течение 40 длительных суток. После службы в церкви принято прийти домой, накрывать стол и разговляться. Особенно ждут этого дня люди, которые держали строгий 48-дневный пост. Облегчение, такая красота вообще. Это правда с небеса? Благодать Божья, да. Действительно чувствуется легкость, ощущение души. Действительно очень хорошо. Крестились, молились, чтобы мы выздоровели, были здоровыми детьми. И у нас все было хорошо. Ребята делятся, что у них есть любимая пасхальная забава – битва яиц. Для нее нужно взять яйцо, а можно и крепкий лоб соперника. Выигрывает тот, чье яйцо останется целым. Существует несколько пасхальных примет и обрядов, которые пришли с давних времен. Окунув в воду с яйцом золотые украшения, можно привлечь богатство и успех. Чтобы почувствовать волшебство и значимость православной Пасхи, не обязательно быть глубоко верующим человеком. Ведь этот праздник, в первую очередь, обо всем дорогом и главном, что есть у людей – о добре, о любви к ближнему, о детях и о прощении. Все верующие ждут от этого праздника чудо. В Великую Субботу и Воскресную Ночь в храмы спешат люди с корзинками, в которых яство для пасхального стола. Главная традиция – освящение куличей и других продуктов. И после обязательное приветствие – Христос Воскрес. Альбина Курочинова, Кенжева, Расул Берди, Вести, Карачаево, Черкесия.